Департамент экономического развития, инвестиций и торговли в телеграм-канале сообщает, что участник СВО при увольнении в связи с признанием негодным к военной службе вследствие военной травмы может получить единовременную выплату 3 131 729 рублей и выкладывает перечень документов, которые необходимо предоставить для ее получения. Также размещена информация о том, куда нужно направлять документы. Администрация промышленного района Самары сообщает о том, что с 3 по 8 ноября в России пройдет 8-я международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция состоится в онлайн-формате на сайте мирэтно.ру в каждом субъекте Российской Федерации и за рубежом. Принять в ней участие может любой желающий. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что для отдельных категорий граждан предоставляется компенсационная выплата на приобретение или установку автономных пожарных извещателей. Для ее оформления нужно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону, указанному на экране.